Третью годовщину со дня реставрации отмечает дом усадьбы Осеевых. По случаю этого знаменательного дня музейный комплекс принимает гостей совершенно бесплатно. Наш корреспондент Александр Титов побывал в особняке и окунулся в атмосферу русского модерна. Галина Буянова преподаватель на кафедре филологии ТГУ. Вместе с тем она является старшим научным сотрудником музея в усадьбе Осеевых. Знает о доме практически все и искренне восхищается архитектурой. Экскурсоводом стало не ради денег, а ради искусства. Ее пленила близость убранства особняка к традициям Серебряного века и русского модернизма. Мой интерес к дому и к Осеевым, он тесно связан с искусством модернистским и с Серебряным веком в целом. Потому что дом очень богат символикой, символикой загадочной, модернистской символикой. И мне кажется, что настоящее исследование дома, оно еще впереди. Это неудивительно. Долгое время в особняке находился кардиологический санаторий. Восстанавливали памятник архитектуры долгих пять лет. Только недавно музейный комплекс открыл свои двери. Именно 27 сентября стало вторым днем рождения Величественной усадьбы. В этот день посещение выставок совершенно бесплатно для всех желающих. А их всегда очень много. Это школьники, это студенты, это аспиранты, это магистранты, это люди зрелого возраста, это люди пожилые, пенсионеры. То есть, так сказать, все приходят, даже родители с очень маленькими детьми. И тем не менее, они все находят возможность посетить музей в этот день. Комнат в доме настолько много, что несколько групп не пересекаются между собой. Здесь и гостевой холл, и комнаты хозяев, будуар, столовая, бильярдная, даже лестница. И та – объект неподдельного интереса. Одной из самых популярных комнат в Осеевском доме до сих пор остается бильярдная. Сейчас здесь нет стола, зато есть настоящее чучело-медведя. Косолапова привезли из Вологды в качестве подарка. Он служит напоминанием о том, что охота оставалась любимым увлечением хозяина дома. Посетители сегодня идут нескончаемым потоком. Посмотреть на памятник архитектуры снаружи и внутри приходят не только тамбовчане. Мы сюда приехали на экскурсию. Очень нравится, очень красивый город, очень красивое место. Мы были в Питере в прошлом году. И вот этот вот прекрасный дом совершенно не уступает питерским музеям. Очень нравится. К счастью для посетителей и тех, кто еще только собирается на выставку, бесплатные дни проходят не только 27 сентября. Музей бесплатен в государственные праздники и по значимым датам. Величественное здание на набережной ждет новых гостей, а опытные экскурсоводы помогут погрузиться в атмосферу дореволюционной России. Александр Титов, Евгений Михеев, Инга Андреева. Область новостей. Продолжение следует...